книга открытым оком том 1 вопрос 192 тема смерть нечаянным выстрелом из ружья была застрелена девочка 15 лет она не была крещена можно ли как-то помочь ей чем можно ли в церкви поминать ее за упокой отвечает игнатий тихонович лапкин евангелие то она 318 верующий в него не судится они верующие уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божия марка 1616 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет кажется вера кушнир написала стихотворение на подобную ситуацию она в автомобильной катастрофе разбился вот разбилась а вот свете юных лет лежит в больнице заострился профиль во взоре гаснет жизни юный цвет врачи и сестры не смущаясь очень судачат рядом будто в стороне да видно ей не дотянуть до ночи и слух поймал тот шепот в тишине пришлите мать она сказала строго велите ей скорее ко мне прийти и мать пришла и встала у порога как бы бояся ближе подойти мне тяжко мать я видно умираю меня ты петь учила танцевать я на рояле хорошо играю но вот теперь мне нужно умирать мы прославляем матерей так много благоговеем перед словом мать но только мать что носит в сердце бога детей научит жить и умирать ян гус говорил что к нему часто обращаются люди с вопросом как помочь умершим и готовы священника засыпать золотом он же отвечал им заботьтесь о человеке пока он живой когда человек умер трудовая книжка уже закрыта 2 коринфянам 5 10 ибо всем нам должно явиться предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое в церкви поминать таких нельзя но в частной домашней молитве разрешается для успокоения самого себя знаю реакцию священников на этот ответ они тут же на меня ярлыки наклеивать начнут баптиз зарубежник раскольник и прочие прелести но их ревность о заупокойных молитвах так ясно пахнет кормушка прокосия 4 8 грехами народа моего кормятся они и к беззаконию его стремится душа их никакой гарантии что молитва за грешников помогла хотя бы одному из тысячи польза только поповскому кошельку убийство совершилось и при всех в змеиной росте жестко по садистки расследовать и нечего убийство страшный грех но психиатр при нем лукавейшая киска кому кто заплатил без векселей без подписи в валюте деревянных и зло лишь разрослось дави смелей безумство судей злых и окаянных убийцу оправдали по бумажке по прихоти безбожных психиатров да были б деньги а уж мы отмажем в прихожей у судейского театра бандит безбожник кришнаит тупой облизывают злой с ушей кровавых средь судей и разводителей он свой один и тот же без дает им знание как обмануть убитого замазать не веря в душу душу оправдать хохочет демон прокурор в миазмах купюры веером кому бы взятку дай нахмурились скрывая рук дрожание блудливо прячут жадные глаза суд жеребцов в ротике ржание никто не жмет на совесть тормоза убийца раскрылатился в ухмылке примеривает нож в руке горилла в эффект экстаз любым гвоздем и вилкой он хоть сейчас своим бесовским рылом оправдан но добавить здесь пост скрипку тумку отныне вулдараку вурдалаку лиходею жить только с психиатром их в одну квартиру и на судейской дочке закончить эпопею для сумасшедших есть в канонах легота всего одна и на одну петлю вот почему то редко им на то охота а значит шанс нам выжить равен пол нулю 15 мая 2002 год Игнатий Лапкин на оправдательный приговор или на психэкспертизу Юрию Буданову полковнику 160 танкового полка в Чечне который расстрелял чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву я не могу под zoomом пахать я ноября я ноября